Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 29 октября Святая Церковь празднует память воина-мученика Лонгена-сотника. То есть это солдат Лонген, его прозвище, потому что он был высокого роста, был сильный, командовал он отрядом солдат, которым было поручено приводить в исполнение приговор смертной казни Иисуса Христа. И еще двух человек, двух разбойников, которые были распяты вместе с Господом нашим Иисусом Христом на горе Голгофон. Этот солдат Лонген стал свидетелем великого чуда. Он все видел своими глазами, и все чудеса, которые происходили тогда, проходили перед его глазами. Он видел, как умирал Господь Иисус Христос. Он слышал, как Бог Отец с неба отвечал Ему. Он видел, как тьма спустилась по всей земле. Он слышал и чувствовал, как трясется земля от землетрясения. И когда Господь наш Иисус Христос по человечеству своему умер на кресте, Он копьем пронзил тело Господа Иисуса Христа, Иисус Христа, дабы по обычаю того времени убедиться в том, что человек казненный действительно умер. Таким образом пробивалось сердце человека, и из него истекала кровь и вода, что и свидетельствовало о том, что человек уже мертв. Вот эти грустные события мы вспоминаем сегодня, но мы сегодня и прославляем этого солдата, потому что он уверовал в Иисуса Христа. И в Священном Писании слова Его об этом и свидетельствуют. Он сказал, воистину, он был Сын Божий. Уверовал он во Христа, как в Сына Божьего, и уверовали в Него еще два его соратника. Они приняли крещение от апостолов и приняли решение оставить воинскую службу. Очень сильно Лонгина поразило чудо, которое совершилось непосредственно над ним. У него были больные глаза. И когда он пробил грудь Иисуса Христа копьем, то кровь и вода брызнули на его глаза. И через это он получил исцеление. То есть его глаза получили исцеление. Вот все, что он видел, все, что он от Господа получил, все это в сердце его привело к видению Бога. Он уже Бога узрел своим сердцем и поэтому решил посвятить свою жизнь Богу. Оставив свою службу военную, он пошел проповедовать. И проповедь его была очень эффективна. Очень много людей уверовали, потому что он всем рассказывал, что видел своими глазами. Большое обращение народа в христианскую веру вызвало бешеную злобу первосвященников иудейских. Они спросили у Понтия Пилата отряд солдат, который бы нашел Лонгина и убил бы его. Пилат согласился, и вот был послан отряд вооруженных солдат, которые должны были найти Лонгина и убить его. К этому времени Лонгин ушел на свою родину, в Каппадокею. И там жил вместе со своими соратниками. И вот когда он увидел, что приближаются солдаты, он вышел им навстречу. Он увидел, что они проделали очень долгий путь. И они устали. И он их пригласил в свой дом и оказал им великие почести и долг гостеприимства. Они были поражены добротой этого человека. И в разговоре они поведали ему о том, зачем они пришли. И тогда Лонгин говорит, никуда больше не ходите. Тот, кого ищете, это я. И вот мои друзья, которых вы ищете. Тогда солдаты сказали, мы не можем исполнить наш приказ, потому что мы видим, какие вы добрые люди. Вы лучше уйдите тайком, а мы скажем, что мы вас не нашли. Но Лонгин, будучи сам солдатом, и знал, как очень важно хранить свою честь и верность присяге, он сказал, вы должны исполнить этот приказ. А мне и моим друзьям вы сделаете только милость, потому что мы вслед за Господом нашим Иисусом Христом войдем в небесное царствие. И они были усечены мечом. Их тела были похоронены в том месте, где им сказал Лонгин, а головы их отрубленные были отправлены к Понтию Пилату для того, чтобы он удостоверился, что приказ его выполнен. Понтий Пилат велел эти головы святых мучеников выбросить за город на мусорную свалку и таким образом исполнил повеление нечестивых иудейских священников. Одной женщине слепой, которая прибыла в Иерусалим для поклонения святыням, во сне было видение Лонгина, сотник. Он сказал, что вот здесь за городом обретешь голову мою и там найди ее и погреби. Таким образом, голова Лонгина, сотника, была обретена этой женщиной слепой. И когда она коснулась этой головы, она получила прозрение. И голова эта была с почестями перезахоронена в достойное место. Мы святому Лонгину, сотнику, молимся для того, чтобы он укрепил нашу веру. Многие молятся сотнику Лонгину для того, чтобы он даровал им зрение, потому что мы видим из его жизни явную милость Божию. И сам он получил исцеление глазам своим больным. И женщина слепая прозрела, когда коснулась его мощей. Так и ныне мы можем, вспоминая эти евангельские события, призывать в помощь Лонгина, сотника, чтобы он и спросил у Господа милость для нас, которая будет нас исцелять и даровать вам радость жизни. 2 ноября Святая Церковь празднует Димитриевскую Родительскую Субботу. Изначально этот день был днем поминовения павших воинов. Воинов, которые погибли на Куликовском сражении в 1380 году. По благословению преподобного Сергия Радоневского, великий князь Дмитрий Иоаннович Донской отправился на Куликово поле, чтобы там вместе с огромным многочисленным воинством сражаться с татарской Ордой. Силы были неравны, но с помощью Божию, с верою в Святую Православную Церковь, по благословению великого заступника земли русской преподобного Сергия, победа была одержана. Но победа эта далась русским воинам большою кровью. 250 тысяч солдат погибли, сложив свои головы за свободу Руси. И вместе с радостью о победе, с радостью о освобождении русской земли от татарского нашествия, в дом русским христианам пришла и беда. Потому что в каждом доме практически оплакивали погибшего мужа, брата, сына, деда. И вот чтобы эту великую скорбь как-то утешить, было решено служить повсеместно панихиды, поминая души погибших воинов, которые, конечно же, вошли все в небесное царствие. Вот это событие вспоминалось особо усердно, сердечно и тепло, и на протяжении долгого времени. Но потом уже к этим молитвам о погибших воинов стали добавлять уже и молитвы о всех, которые скончались с верою в истинного Бога, в Господа нашего Иисуса Христа, Бога Отца и Святаго Духа. И таким образом сейчас, в этот день, мы поминаем, конечно же, всех воинов, на всех воинах погибших, которые защищали нашу русскую землю. И молимся о всех от века усопших православных христианах. Поминовение усопших очень важно для нас, потому что смерть и жизнь это весьма условно, потому что мы, люди, существа, Богом сотворенные для вечной жизни. И наша жизнь делится на два отрезка. На жизнь земную, временную и на жизнь бесконечную. И поэтому, переходя из земного бытия в бытие небесное, человек приходит от одной жизни земной в жизнь другую, небесную. И там Господь человека по замыслу своему, по воле своей утешает и дает великую радость. Этой радости лишаются только грешные люди. Те, которые в той или иной степени помрачили свой разум, помрачили свои чувства, забыли о своем назначении и жили, упиваясь земными сладостями. К сожалению, в той или иной мере каждый человек согрешает. И поэтому пред Богом предстать в одеждах, покрытых грехом, он не может. И вот Святая Церковь в молитвах своих убеляет эти одежды, облегчает участь тех, которые пошли ко Господу с не совсем чистыми мыслями, с душой, которая поражена тлением греха. Поэтому необходимо иметь жертвенную любовь, заботу и святую память о тех, кто дорог нашему сердцу. А Святая Церковь имеет вечную память и вечную любовь. Поэтому, если чьи-то имена уже совсем истерлись из исторических книг, из памяти родовых книг, если эти имена совсем и всеми уже забыты, то никогда они не забыты Церковью Божией. И мы об этом знаем и всегда молимся о том, чтобы всякий человек, ушедший в мир иной, обрел мир и с Богом радость в Небесном Царстве. Мы сегодня собрались с вами, чтобы здесь, в этом святом храме, где почивают честные мощи преподобно-исповедника Гавриила, архимандрита Меликесского, прославить его святую память и вознести наши молитвы к этому угоднику Божию, прося его молитвенного предстательства о нашей земле, о нашем Отечестве, о всех здесь живущих и труждающихся. Господь и Спаситель наш, Иисус Христос, перед Своими крестными страданиями обращается к ученикам и апостолам с прощальной беседой. Пространна была эта беседа Господа. В ней он хотел напомнить очень многое из того, что некогда возвестило апостолов, но напомнить самое главное, самое основное. И среди этих святых слов Господь, обращаясь к апостолам, сказал очень простые, но для нас, верующих людей, очень понятные слова. Веруйте в Бога. Вот это завещание Христа, Его предсмертный, предкрестный завет и несли наши мученики и исповедники по своей жизни. Они жили этой верой, верой в Бога. Верой в Бога, которая помогает человеку на всех путях его жизни. Верой в Бога, который восполняет оскудевающие человеческие силы. Верой в Бога, который оценивает все наши и дела, и поступки, и мысли, и сердечное движение. Верой в Бога, который за малые труды, подъятые в человеческой жизни, награждает подвижников своих великими благами жизни будущей. Все это исполнилось в жизни святых новомучеников и исповедников нашей Церкви Русской. И сегодня мы вспоминаем память преподобно-исповедника Гавриила, который и монашество, и священный сан воспринял уже в годы гонений. Прекрасно сознавая, что за это ему придется расплачиваться перед безбожными властями. что за это исповедание его ждут великие скорби, тяготы, а может быть даже и лишения жизни. Но он воспринял и монашеский подвиг, и сам священника, чтобы утверждать людей в вере в Бога, и чтобы совершать святые таинства Церкви, совершать божественную литургию, без которой невозможно спасение человеческой души. В образе святого преподобно-исповедника Гавриила мы видим человека великой веры и твердой воли. Человека, который непреклонно шел по стези своей жизни, неся этот огонь веры не только не потухшим, но и ясно горящим, таким, что от огонька его веры верой возжигались сердца и других людей. Сегодня, когда мы совершаем память прославленного во святых угодника Божия, мы обращаемся к нему с искренней молитвой, чтобы он просил Господа, да не угаснет огонем нашей веры. Чтобы он просил Господа даровать нам и мудрость, и силу так совершать течение своей жизни, чтобы она была нашей душе во спасение, а людям на пользу. Пусть молитвы этого великого и славного угодника Божия, который является покровителем этого града, его предстателем перед Богом там, в небесах, всегда были с нами, чтобы святой угодник Божий был близ нам и помогал всем нам во всех обстоятельствах нашей жизни. Братья и сестры, также задают такой вопрос, кто такой дьявол? Если он падший ангел, то почему тогда его изображают с рогами, хвостом и копытами, насколько соответствует истине подобное его изображение? Что это такое вообще дьявол? Можно ли его персонифицировать? И как он может вкладывать в разум людей какие-то нечистые мысли? Почему его в Библии называют врагом рода человеческого? Кто такие нечистые духи, черти? Да, друзья мои, действительно, прежде чем Господь Бог сотворил видимый мир, в котором мы с вами живем, видимое небо, видимую землю, Вселенную, космос, звезды, прежде этого видимого мира Господь Бог сотворил мир невидимый, невидимое небо, мир духов. Ангелы это бесплотные духоносные существа, которые имеют разум и свободную волю, они не имеют плоти и костей, но когда по воле Божией ангелы предавали волю Отца Небесного людям, они принимали на себя видимый образ для того, чтобы передать волю Божию человеку. Так было при Благовещении Пресвятой Девы Марии, когда явился Архангел Гаврил с Благой Вестью, что Дева Мария родит Божественного Младенца, Спасителя Рода Человеческого, Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому мы изображаем ангелов телесно, только условно, так как мы их представляем. Так же и бесы это те же ангелы, только падшие. Нам известно, что изначально все ангелы слушались воли своего Творца и Создателя, своего Отца Небесного Господа Бога. Но Бог не желает и не хочет, чтобы его любили насильно. Да вы и сами понимаете, что любить по приказу нельзя. Господь хочет, чтобы мы его любили сами, добровольно, как дети любят своих родителей, так и мы должны любить Бога, как своего Отца Небесного. И вот часть ангелов во главе с Деницей стала гордиться и захотела стать самими богами. Деница, когда-то первый ангел захотел сам стать Богом и стал подговаривать малую часть ангелов идти за ним. И одна треть ангелов, какое число, никто точно не знает, пошла. за Деницей и Деницей за своей гордыней и непослушание Богу и самого светлого ангела превратился в самого темного ангела, которого мы сейчас называем дьяволом, сатаною, Люцифером. А те ангелы, которые пошли добровольно за ним, стали называться бесами, то есть падшими духами. И теперь поднебесное пространство наполняет духи, духи светлые, ангелы Божии, которые защищают человек, охраняют нас, помогают нам добродетельной жизни, и в то же время это воздушное пространство пронизывают духи тьмы, падшие ангелы, бесы, демоны, которые служат дьяволу, которые внушают в сердца человека злые помыслы, чувства гнева, зависти, раздражения, злобы, то есть за наши человеческие души, во время нашей короткой земной жизни идет непрерывная борьба между ангелами света и ангелами тьмы. Какую сторону примем мы, какому мы поддадимся влиянию и внушению, зависит только от нас, потому что Бог дал человеку не только разум, но и свободную волю, право выбора. Мы сами решаем убивать, не убивать, воровать, не воровать, быть добрыми или злыми, почитать своих родителей или не уважать их. То есть каждый человек сам решает свою судьбу для будущего века, потому что мы с вами имеем свободную волю. И нужно напомнить о том, что свобода это не вседозволенность, а свобода, дарованная нам свыше от Бога, это тяжкий груз ответственность за свой выбор, за свои дела и за свои поступки. И когда придет финиш земного бытия, то каждая душа человеческая предстанет перед судом Божиим, и там уже не на кого будет обижаться, но только на самих себя, потому что Господь Бог дал человеку заповеди Божии, правила жизни на этой земле, подобно тому, как если мы с вами хотим жить долго, мы должны соблюдать правила дорожного движения. Красный сигнал светофора «Стой, жди», зеленый свет «Пожалуйста, переходи дорогу». Но если ты сознательно нарушаешь правила дорожного движения, то рано или поздно это может закончиться плачевно, ты можешь закончить свою жизнь под колесами автотранспорта или трамвая. Но чтобы этого не случилось, ты должен соблюдать правила дорожного движения, и водитель, и пешеходы, также и здесь. Заповеди Божии — это правила нашей жизни в этом коротком земном пути. Если мы хотим достичь чертога в жизни вечной, попасть в Царствие Божие, в Царствие Небесное, которое Господь уготовил для любящих Его и верующих Него, здесь на земле мы должны потрудиться в деле спасения своей души, исполняя заповеди Божии и прилагая свою свободную волю и силы, и духовные, и телесные, и душевные к тому, чтобы стараться жить, исполняя заповеди Божии, чтобы своей жизнью приобрести добродетели, доброе богатство, духовное богатство, которое и делает человеку по-настоящему богатым и пригодным для жизни будущего века. И вот бесы, они пытаются повредить человеку, они пытаются нас искусить, соблазнить, но в нашей власти не поддаваться этому скушению, потому что бесы никакой власти над человеком не имеют. Вспомните евангельскую историю, когда Христос исцелил бесноватого в пустыне, и бесы, выйдя из бесноватого, просили разрешения у Христа не идти в бездну, а войти хотя бы в стадо свиней. То есть, без попущения Божия бесы даже свиньям не могут повредить, а спасли разрешение у Христа, можно ли им туда войти, в них. И когда Христос разрешил этим бесам, вышедшим из бесноватого, войти в стадо свиней, то стадо свиное сбесилось и упало в водную бездну с обрыва и утонуло. Бесы погубили стадо свиней, но они это сделали только с попущением, а без попущения даже свиньям бесы не могут повредить, тем более человеку, который является образом и подобием Бога на этой земле. Ну а почему изображают бесов в виде всевозможных отвратительных существ для того, чтобы показать человекам, как отвратительно их существо Богу, которого они презрели, которого они оставили, которого они противятся как своему Творцу и Создателю. И поэтому мы их изображаем условно в виде таких отвратительных существ. Иногда с копытами, иногда с рогами, хотя нужно понимать, что это только образно. Хотя их отвратительное существо является по сути их самой сутью, потому что они сами отпали от Бога и сами из света превратились в тьму, из светлых ангелов, темных ангелов. И их состояние сейчас плачевное и отвратительное и ужасное. И вот чтобы показать людям их сущность, мы их изображаем такими иногда в иконографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok